Здравствуйте! В эфире тема дня в студии Ирина Добродей. 27 февраля в Москве открылась выставка карельских художников, посвященная столетию республики. Сегодня у нас в гостях председатель регионального отделения Союза художников России Владимир Зорин. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! У нас есть сюжет о том, как Союз готовился к выставке, как вы собирались в Москву. Давайте сначала посмотрим. И все, уже можем спокойно убирать ящик. Карельское отделение Союза художников России готовится к масштабной московской выставке. Пилят, сверлят, упаковывают все своими руками. А вот и травма на производстве. За несколько минут до съемки Владимир Зорин получил небольшой ушиб. Но останавливаться некогда. Техническая часть, она муторная, занудная. Вот видите, да, вот на посту получил травму, потому что председателю приходится делать и ящики, и ремонтировать это все. Путь в один из лучших выставочных залов столицы начался еще два года назад. При поддержке правительства Карелии был организован проект «Карельский прорыв». Знаменитые начинающие художники республики представили свои работы на региональной экспозиции в Мурманске, затем и на Всероссийской. Теперь кульминационный этап выставка в Москве. Выставка – это вообще, наверное, самое важное для нашей организации, потому что она будет, во-первых, столицей, во-вторых, она будет посвящена 80-летию нашей организации, столетию республики Карелии. Я уже 50 лет в Союзе художников. В начале СССР, теперь в Российском Союзе художников. И вот за все время это первая выставка, вот при моей жизни, когда выставляется целиком творческий союз. Всего в Москву поедут 10 ящиков с произведениями наших мастеров. Отбор был очень строгим. Учитывался не только высокий художественный уровень, но и габариты картины. Громоздкие тяжелые работы доставить проблематично. Мэтрам дали шанс выбрать лучшие своих коллекций. Сейчас у нас была республиканская выставка. Вот эта работа, она попала как бы в число победителей по зрительскому голосованию. Потому что техника уникальная. Вообще в мире такой аналогов не существует. Гравюр на бересте в цвете. «Страна за Онегой» откроется 27 февраля в выставочном зале Союза художников России на Беговой. Шедевры карельского творчества можно будет увидеть до середины марта. Ксения Ларина, Александр Борисов, Служба новостей. Владимир, расскажите, пожалуйста, какие еще работы отправились в Москву и что московский зритель может увидеть в залах? Ну, вообще надо сказать, что для нас это очень и очень серьезная выставка. Потому что вообще это впервые в истории нашей организации, когда Союз художников России распахнул двери для нашей выставки. Двери лучшего зала, который есть у Союза художников России на Беговой. Двухэтажный выставочный зал. Поэтому, конечно, это для нас было очень важно. И отбор работ мы проводили очень серьезно. И поэтому мы взяли промежуток 20 лет. То есть работы отбирались лучшие за 20 последних лет. Ну и, конечно, надо сказать, что как известные, наверное, имена, такие как Тамара Юфа, Борис Поморцев, Валентин Чекмасов, известнейшие уже художники, наряду с такими художниками, художники следующих поколений, как Александр Трифонов, Аркадий Морозов, Виктория Зорина, так и мы представили творчество новых наших членов, тех, кто не так давно вступил, но очень интересно работают. То есть есть молодые художники, не только мэтры? Да, да. В том числе, например, у Александра Гордеева, которая вступила в Союз художников, ну еще года не прошло, где-то полгода, но она, поскольку работает очень интересно, отобрали три работы ее тоже. Там можно, те зрители, которые придут уже после открытия, они увидят работы Алексея Лебедева, металл, декоративно-пространственная композиция, великолепный портрет матери Эйлы Тимонин, Павла Полякова. То есть, в принципе, выставка такая очень серьезная и разносторонняя. Разнообразная, да? Не только живопись, но и скульптура, да? Что-то есть еще? Керамика? Ну, на самом деле, выставка, конечно, не только живопись, не только графика и декоративно-прикладное искусство, но если говорить конкретно, то очень серьезно. Вообще у нас была идея такая, не привести все, что у нас лежит, не привести всех, кто у нас есть. Надо сказать, что у нас где-то участвует не вся организация, а две трети, не более двух третей. Потому что действительно нам хотелось привести серьезные работы. И отбор шел таким образом, что авторам показать не одну работу хорошего и интересного, а мини-выставку такую, например, пять работ, семь работ одного автора. А сколько всего? Ну, вообще у нас участвует 51 автор и 180 работ мы отобрали. 180, да, это много. На всех двух этажах вы расположились? Да, да, да. То есть мы заняли все высочное пространство. То есть не то, что мы заняли, нам предложили полностью весь зал. На первом этаже два зала, большой и поменьше, на втором этаже антресоль для графики и еще один зал для прикладного искусства. И, кстати, вот о прикладном искусстве. Очень интересная работа у Игоря Гошкова, поэтому мы взяли у него не одну, где-то порядка восьми работ. А все работы у Карелии или вы как-то тематически их не отделяли? Ну, на самом деле, конечно, у нас была заявлена тематика, поскольку у нас столетие Республики Карелия, да, не приветствовались какие-то работы, например, пейзажи Югот или Калифорнии, да. То есть у нас 100 лет Карелии, поэтому три момента учитывалось природа Карелии, люди, быт и мифы и эпос Карелии. Выставка в зале на Беговой, да, до которого продлится? Ну, открылась она у нас 27-го, и до 13-го марта зрители могут прийти, познакомиться с современным искусством художников Карелии. Какие еще планы на этот год, на юбилейный у Союза художников? Ну, во-первых, скажем, что вот эта выставка, она кульминация двухлетнего проекта, который назывался «Карельский прорыв». Медленно, но верно мы шли к этой серьезной масштабной выставке, мы участвовали на региональной выставке в Мурманске, потом у нас прошел ряд молодежных выставок, мы прорвались на российскую выставку в Москву, я говорю прорвались, потому что мы не просто участвовали, а именно прорвались, потому что такого масштабного участия карельских художников за всю историю не было. У нас было принято к участию 17 авторов, то есть это невероятный фурор, у нас до 10 не дотягивало никогда, 5-6-7, вот, ну и теперь, наконец, вот эта вот глобальная выставка. Ну, конечно, у нас еще планов много впереди разных, ну, не знаю, наверное, сейчас не стоит о них говорить все-таки, потому что они настолько безумные, может быть. Ну, то есть это какая-то проектная работа? Ну, скорее всего, наверное, это работа председателя и работа правления. Ну, то есть какие-то еще мероприятия, которые запланированы именно на 2020 год? Или все, это самое масштабное, и дальше вы уже планируете на какую-то более долгосрочную перспективу? Ну, то, что вот, нет, на этот год, я думаю, что такого, вот у нас, знаете, что будет, наверное, я думаю, интересно, по крайней мере, мы хотим сделать это интересно, мы хотим сделать выставку молодых художников Карелии, который будет осенью, вот, но это тоже такой серьезный проект, представить молодежное искусство. Ну, естественно, мы не можем не показать так же, и здесь у нас же тоже юбилей будет 80 лет нашей организации, 100 лет республики Карелии и 80 лет нашей организации, у нас будет юбилейная выставка в городском высочном зале осенью. То есть у нас все-таки вот как бы вот после такого глобального проекта будут еще и местные. Ну что ж, спасибо большое, будем смотреть, будем ходить на ваши выставки. Спасибо, с нами был Владимир Зорин. До свидания.